Басня 28. Оленица и кабан. В польских и венгерских горах Оленица, увидев домашнего кабана, «Желаю здравствовать, господин кабан!» Стала приветствовать. «Радуюсь, что вас... Что ж ты негодная подлость, столь неучтива!» Вскричал надувшись кабан. «Почему ты меня называешь кабаном? Разве не видишь, что я пожалован бараном? Всем имею патент, и что рот мой происходит от самых благородных бобров. А вместо депанчи для характера ношу в публике содранные с овцы кожу». «Прошу простить, ваше благородие», — сказала Оленица. «Я не знала. Мы простые, судим не под убору и словам, но по делам. Вы так же, как прежде, роете землю и ломаете плетень. Дай Бог вам быть и конь конем». «Сила. Не можно довольно надевиться глупцам, пренебрегшим и поправшим премного честнейший и бесценный добродетели бисер на то одно, чтоб продраться в чин, совсем ему не сродный. Какой им змей в ухо нашептал, что имя и одежда преобразят их в бытии, а не жизнь честная, достойная чина? «Вот точные граки и зоповы, одевающиеся в чужие перья. Из таковых сшитое жительство, подобное судну, в котором ехали морем одетые по-человечески обезьяны, а ни одна править не умела». «Если кто просвещенное око имеет, какое множество видит сих ослов, одетых в львиную кожу? А на что одеты? На то, чтоб вполне могли жить по рабским своим прихотям, беспокоить людей и проламываться сквозь законов гражданских заборы. А никто из достойных чести на неучтивость скорее не сердится, как сии обезьяны с ослами и кабанами». Древняя эллинская пословица «Обезьяна обезьяную и в золотом характере». Вспоминает и Соломон о свинье с золотым в ноздрях ее кольцом. Притча 2.22. «Знаю, что точно он сие говорит о тленных и бренных фигурах, в которых погрязло и скрылося кольцо Вечного Царствия Божия. А только говорю, что можно приточить и к тем, от которых он и взято для особливого образования в Библию». Добросердечные и прозорливые люди разными фигурами изображали дурную душу сих на одно только зло живых и движимых чучел. Есть и в Малоруссии пословица «Далеко свинья от коня». Басня двадцать девятая «Старуха и горшечник». Старуха покупала горшки, а муры молодых лет еще и тогда ей отрыгалися. «А что за сей хорошенький?» «За того возьму хоть три полушки», — отвечал горшечник. «А за того гнусного, вот он, конечно, полушка. За того ниже двух копеек не возьму». «Что за чудо?» «У нас бабка», — сказал мастер, — «не глазами выбирает. Мы испытываем, чисто лезвенит». Баба, хотя была не подлого вкуса, однако не могла больше говорить, а только сказала, что и сама она давно сия знала, да вздумать не могла. «Сила». Конечно, сия премудрая Ева есть прабаба всем тем острякам, которые человека ценят по одежде, по телу, по деньгам, по углам, по имени, не по его жития плодам. Сии правники, имея тот же вкус, совершенно доказывают, что они суть плод от сей райской яблони. «Чистое, и, как римляне говорили, кандидум, белое, и независное сердце, милосердное, терпеливое, куражное, прозорливое, воздержное, мирное, верующего в Бога и уповающего на Него во всем. Вот чистый звон и честной души нашей цена». Вспоминает и сосуд избранный Павел о сосудах честных и бесчестных. 2 Тимофея 2.20 и Кремлянам 9.21. «Утроба буйно, как сосуд сокрушен, и всякого разума не удержит». Сирахов 21.17. Известно, что в царских домах находятся фарфоровые, серебряные и золотые урыналы, которых, конечно, чистнее глиняная и деревянная посуда, пищу наполняемая, так как ветхий сельский храм Божий подсчетнее господского бархатом украшенного афедрона. Изрядная великороссийская пословица сия «Не красна изба углами, а красна пирогами». Довелось мне в Харькове между премудрыми эмблематами на стене зала видеть следующий. Написан, схожий, на черепаху гад с долговатым хвостом. Среди черепа сияет большая золотая звезда, украшая оной. Посему он у римлян назывался Стеллио, а звезда – Стелла. Но под ним толк подписан следующий. «Суб люкай луэс» – «сирич под сиянием язва». Сюда принадлежит пословица, находящаяся в Евангелии – «Гробы повапленные». Басня 30. Соловей, Жаворонок и Дрозд Среди высокой степи стоял сад жилища Соловьев и Дроздов. Жаворонок, прилетев к Соловью, – «Здравствуй, господин Певчий», – сказал ему. «Здравствуй, и ты, господин Соловей», – отвечал ему Певчий. «Для чего ты меня твоим именем называешь?» – спросил Жаворонок. «А ты для чего меня называешь Певчем?» Жаворонок. «Я тебя не без причины назвал Певчем, что имя твое означает «Песня», – Соловей. «А твое имя у древних римлян называется «Слава», то есть «Славить». Жаворонок. «Если так, теперь начинаю тебя больше любить, и прилетел просить твоей дружбы». Соловей. «О, простак! Можно ли выпросить дружбу?» – «Надобно родиться к ней». Жаворонок. «И мой батька песенку поет. Я ж тебе, как впрочем, так и всем подобен, что ты поешь Христа, всей твари Господа, а я ж его славлю, и всем, вся наша забава». Соловей. «Хорошо. Я совершенный твой друг, если в саду жить станешь». Жаворонок. «А я искренний твой любитель, если в степи жить станешь». «Соловей. Ах, не волоки меня в степь, степь мне смерть, как ты в ней живешь?» Жаворонок. «Ах, не волоки же меня в сад, сад мне смерть, как ты в нем живешь?» «Полно вам, братья, дурачится», – молвил, недалече сидя дрозд. «Вижу, вы рождены к дружбе, но не смыслите любить. Не ищи то, что тебе нравно, но то, что другу полезно. Тогда и я готов быть третьим вашим другом». «Потом, всяк своим пением пропев, утвердили в Боге вечную дружбу». «Сила. Семя тремя птичками образуется добрая дружба. Дружбы нельзя выпросить, ни купить, ни силою вырвать. Любим тех, кого любить родились. Так, как едим то, что по природе. А у Бога для всякого дыхания всякая пища добра. Но не всем. «И как нельзя коня с медведем, а собаку с волком припрячь к коляске, так не можно, чтобы не оторвалось ветхое сукно, пришитое к свежему, а гнилая доска приклеена к новой. Равное же несогласие есть между двумя разных природ людьми. А самая ввящая несродность между злым и добрым сердцем. Жаворонок с дроздом и соловьем дружить может, а с ястребом нетопорим не может. «Если Бог разделил, тогда кто совокупит? Премудрое и предревнее есть пословица сия. Подобного к подобному ведет Бог. Одна только несносность – жаворонку жить в саду, так как соловью в степи. Сие у Элинов именуется так-то. Не должно друг друга нудить к тому, что тебя веселит, а его мучат. Многие помянутые пословицы противоречат. Должны де и врагов любить. Бесспорно, но дружба так, как милостыня. Многие степени окружают центр престола ее. Всем доброжелателем быть можешь, но не наперстником. Иначе благодетельствуем домашним и с родственником, иначе прихожим и странным. «Бог всем благодетель, но не для всех сие его слово. Обрел Давида, мужа, по сердцу моему. А только для тех, которые сердце свое, божественную совсем преобразив волю, а всем благодаряще веруют, надеются, любят его и слышат. Вы друзья мои». Иоанна 15. Счастлив, кто хоть одну только тень доброй дружбы нажить удостоился. Нет ничего дороже, слаще и полезнее ее. Великая Русь просвещенно поговаривает. В поле пшеница годом родится, а добрый человек всегда пригодится. Где был? У друга. Что пил? Воду. Лучше неприятельского меду. Носится и в Малороссии пословица «Не имея ста рублей, как одного друга», но недостоин дружеской любви, превозносящей что-либо выше дружбы, и не положившей оную остатним краем и пристанищем всех своих дел и желаний. Соловей, преславное свое имя, уступает самовольно другу. Сладка вода с другом. Славна с ним и безыменность. Катон сказал, пропал тот день, что без пользы прошел. Но Троян чуть ли не тит, яснее сказал, о, друзья, погиб мой день, никому я не услужил. Всякой власти, званию, чину, состряпию, ремеслу, наукам, начало и конец, дружба. «Основание, союз и венец обществу, она создала небо и землю, сохраняя мир миров в красоте, чине и мире. Бог любви есть. А кто пленился ею, тот высший законам гражданских самим управляется Богом. «Всяк, кто в нем пребывает, не согрешает» — 1 Иоанна 3, 7. Праведнику закон не положен, но беззаконным. 1 К Тимофею 1, 9. «Ненадобно приводить трубами воду туда, где отрыгает чистейшее питье сам источник всех потоков отец и глава. Своему Господу стоит или падает» — Кремленам 14 глава. К сей главе нас возводить есть должность богословия. Одно из трех главнейших наук, содержащих благоденствие и жительство. Всех одних учителя именуются в Европе докторес. Единственный их предмет есть человек. Медицина врачует тело, юриспруденция страхом приводит каждого к должности. А богословие из рабов делает сынами и друзьями Божиими, вливая в сердце их охоту, свободную к тому, чему гражданские законы силой волокут. «Вжи ты не раб, но сын» — Галатам 4 глава. Чем множе таковых в жительстве, тем оно счастливее. И не напрасно есть пословица — «Доброе братство лучше богатства». А что сказано о дружбе, тоже, разумеется, и о состоянии. Как в том, так и к сему вождь верный есть природа, счастлив же последующий ему. Впрочем, как помянутые птички образуют верного, избранного по природе, силищ по Богу друга, так друг есть фигура и образ священной Библии. Взгляни на Серахов 6.14. Читай их подали и понимай, что Христос есть всех тех ослов цель. Он есть премудрость Божия, глаголящая к нам. «Вы, друзья мои, все мать моя и братья» — Марка 3 глава. А как творящие волю Божию суть мать и братья Христовы, так взаимна им Библия. Взгляни на конец 14 главы и начало 15 Сераха. Точно о Библии речь. Вырастить его как мать. Скажи мне, что есть друг? Слуга и доброжелатель. Какая же лучшая услуга, как привести к ведению Божию? Все есть ложь, сиречь не постоянная и не твердая. Кроме Бога. Но Библия учит о Боге. Иоанна сия родился, чтобы свидетельствовать истину. Иоанна 37, стих, глава 18. «Слово Твоё истина есть» — Иоанна 17 глава. «Вся наша жизнь в руке Божией. Сия значит врождённое нам предписание пищи, состояния, дружбы. Самое маленькое дело без Его руководства есть неудачное. Без Меня не можете. Кто знает Бога, тот знает план и путь жития своего. Что есть житие? Есть всех дел и движений твоих сноб. Видишь, что познавший Бога всё своё разумеет. Вот для чего сказано. Друг верен, покров крепок. Ничему нас Библия не учит, кроме благопознания. Но Сим самим всего учит. И как имеющий очи всё видит, так чувствующий Бога всё разумеет и всё имеет. Всё, что для себя. А если черепаха крыльев не имеет, какая нужда? Они для птицы нужны. Не в том совершенная премудрость, чтобы весь мир перезнать. Кто может сие? А невозможное и ненужное есть тоже. Но если всё знаешь, что тебе надобно, сие значит совершенную мудрость. «Пересмотрев все планеты и приобрёв все миры, не имея и не зная то, что для тебя искуден и незнаток и невесел ты, так как, перевидав все дороги, но не увидав твою, ничего и не знаешь, и не имеешь, и не куражен. Да и как быть можешь куражен, лишён для тебя нужного? Как иметь станешь, не сыскав, а как сыщешь, не узнав? Как же узнаешь, лишён сладчайшего и всевожделеннейшего твоего руководителя Света Божьего? Старинная пословица. Охота пуще неволи. Злая охота побуждает злодея к ужасным предприятиям. Но не менее сильна и святая охота. Охота, любовь, огонь, свет, пламень, рожжение есть тоже. Бог любви есть. Сия распалила и устремила апостольские, пророческие и мученические сердца на лютое страдание, а пустынников и постников к горчайшим подвигам разожгла и оживляла их. Осём, просвещающим и распаляющим, но не опаляющим огне, Соломон в «Песне песней». Восьмая глава. Крепка, как смерть, любовь, жестока, как ад, ревность, крылья ее, крылья огня, углие огненное пламя ее. Сей божественный кураж просвещал тьму их, согревал отчаяние, прохлаждал зной, услаждал горести, а без всего всякое счастье есть несчастное. Итак, Библия есть наш верховнейший друг и ближний, приводя нас к тому, что есть единое, дрожайшее и любезнейшее. Она есть для нас, предками нашими, оставленный завет, хранящий сокровища боговедения. Боговедение, вера, страх Божий, премудрость есть тоже. Сия одна есть истинная премудрость. Сие друзей Божьих и пророков готовит. Премудрость Соломона, 4 глава. Сию возлюбил и поискал из юности моей. Сия благолепнее солнце, проницающее, как утро, добра, как луна, избранно, как солнце. Труды ее суть добродетели, ибо целомудрию и разуму учат, правде и мужеству. Их же потребнее ничто же есть в житии людям. Песнь песней премудрости Соломона, глава 7, глава 8.